Сталин работал над второй частью экономических проблем, давал мне кое-что почитать, но куда всё это делось, ничего не известно. Не мог Берии прибрать? Нет, Берии не интересовался. Ему интересно, кто против кого, одного этим ударить, другого тем. Ему важно, какие столкновения между отдельными людьми, чтобы их использовать. И, когда нужно, высунуть какой-нибудь документ, вот ты что про него писал. И поссорить, одним словом. Геладзе рассказывал, как Маленков и Берии формировали новое правительство. Маленков сделал заявление, товарищ Сталин находится очень тяжёлом состоянии. Вряд ли он из него выйдет. А если выйдет, то ему надо будет не менее шести месяцев, чтобы вернуться на работу. Поэтому страна не может быть без руководства. После этого Берия зачитал список правительства. Весёлый, как будто хочет показать, что ничего страшного для страны не произошло. Возможно. Я не помню эти детали. Перед смертью Сталин поднял руку. Поднять то поднял, но. 36. 1976. Читаю Молотов. Выдержки из книги Авторханова. 22 июня 1941 года. Приехали к нему на дачу и предложили выступить с обращением к народу. Сталин наотрез отказался. Тогда поручили Молотову. Да, правильно, приблизительно так. Сталину предложили возглавить главное командование, Красная Армия отказался. Ну зачем ему все брать на себя? Он и так оставался во главе, но не завален мелочами, второстепенными вопросами. Это правильно он делал, конечно. Когда члены политбюро начали напоминать Сталину о его личной ответственности в случае катастрофы, Сталин перешёл в контрнаступление и обвинил Молотова в предательстве. Молотова? Да. За подписание пакта с Ребендропом. Ну, знаете, абсурд. Сталин же там был. Всё это было по его инициативе, по сути дела. Ворошилова и Жданова назвал саботажниками соглашение с англо-французской миссией. Ну, неправильно. На возражение, что всё это делалось ведь, по прямому предложению лично Сталина, Сталин с несвойственной ему горячностью вскочил с места, обложил всех матом и исчез в один из своих тайников. Ну, ну. Приводит слова Хрущёва. Я знаю, каким героем он был. Я видел его, когда он был парализован от страха перед Гитлером, как кролик, загипнотизированно-юдавом. Ну, конечно, он переживал, но на кролика не похож, конечно. Дня два-три он не показывался, на даче находился. Он переживал, безусловно, был немножко подавлен. Но всем было очень трудно, а ему особенно. Якобы был у него Берия, и Сталин сказал, «Всё потеряно, я сдаюсь». Не так. Трудно сказать, 22-го или 23-го это было, такое время, когда сливался один день с другим. Я сдаюсь, таких слов я не слышал. И считаю их маловероятными. Автор Ханов пишет о Евгении Аллилуевой, тётке Светланы, которая пришла к Сталину в августе 1941 года и была поражена его паническим настроением. Нет, тогда он уже оправился. Когда он стал министром военным, 30-го июня, формально верховным был Сталин, фактически его замы. По армии Жуков, по войскам НКВД Берия. Ну как? Так нельзя сказать. Политически ставка находилась в руках Берии и Маленкова. По-моему, так тоже нельзя сказать. Он пишет об интригах Жданова против Маленкова и Жукова, о том, что Жуков был протеже Маленкова. В какой-то мере, Маленков поддерживал его. Сказать, что протеже не подходит, по-моему. Жданова поддерживали Молотов, Каганович, Ворошилов, Андреев, обиженные члены Политбюро. Нет, тогда мы не были обиженными. Далее он пишет, что после войны возвышается Жданов, поднимает Вознесенского и Кузнецова. Кузнецов стал секретарем ЦК, куратором ГБ и начал чистить органы от бериевцев. Берия решил вернуть сосланного в Туркестан Маленкова и съесть Жданова. Заваривается ленинградское дело. Видимо, Маленков был в Туркестане, но я совершенно не помню. Недолго, наверное. После этого Жданов ложится в больницу и умирает, а остальных арестовали. Болгары и Югославы, по предложению Димитрова, затеяли Балканскую Федерацию. Было такое? Было, но неясно какую тут роль сыграл Димитров. Сталин в феврале 1948 года сказал Димитрову, вы не посоветовались с нами? Болтайте, как бабы на перекрестке, что вам придет в голову? А Димитров посоветовал Югославам оставаться твердыми в споре с Москвой. Тоже маловероятно. Димитров из поездки в Москву не вернулся. Все это так, будто сплошные бандиты сидели в политбюро. «Авторханов считает, что Берия и Маленков оторвали вас от Сталина. У меня не было такого мнения. Они представили вашу группу Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоин, Андреев, как орудие сионистского заговора. К тому же, вы могли быть и англо-американским шпионом. Вполне. Для разнообразия, подмечает Молотов. Сталин дошел до того, что даже, по собаче, преданного ему Ворошилова объявил английским шпионом и поставил на его квартире тайный микрофон. Это могло быть. Но не обвинял его. Сплошь аморальные личности, так получается по этой книжке. На все идут, только бы...» Усмехается Молотов. Читаю дальше. Сталин никого не убивал из любви к убийству. Не был он и садистом, и еще меньше параноиком. На девятнадцатом съезде Сталин оказался в полной изоляции от остальных членов Политбюро. Сталин отвел шесть членов Политбюро, однако на пленуме их избрали. Первое историческое поражение Сталина. Было такое? Не было этого. Еще одна деталь. Он пишет, что 17 февраля 1953 года Сталин принял посла Индии К. Минона. Рисовал на листках блокнота волков. Крестьяне поступают мудро, убивая бешеных волков. Вроде бы он имел в виду некоторых членов Политбюро. Рисовал для забавы, ответил Молотов. 13,01. 1984 троица. В своих рассказах Молотов не раз возвращался к троице Берии, Маленкову и Хрущеву. На вопрос, почему после Сталина во главе ЦК стал все-таки Хрущев, он ответил, что тот дружил с Берией и Маленковым. Но тут Берии просчитался, говорит Молотов. Он решил действовать за спиной Маленкова, а сам не взял себе должность предсовмина, потому что у него не было такого авторитета. А Хрущев не дурак. Он сумел сколотить свой ЦК. 22,04. 1970, что объединило этих трех людей Маленкова, Берию и Хрущева. Но они шли за Сталиным, конечно, это их объединяло. Тройка. Настоящей, преданной связи, по-моему, у них все-таки не было. А так, дружба, приятельство в какой-то мере. 19,04. 1983. Молотов рассказал, что в 1953 году, после смерти Сталина его вернули в Министерство иностранных дел. Пришлось обсуждать германский вопрос, какую политику проводить. Молотов, как член политбюро, курировал ГДР. После Сталина пытались сломать нашу политику. Берия был активным человеком по отношению к Германии, говорит Молотов. Тут он показал себя не совсем хорошо. У нас легких моментов не бывает, и вот в 1953 году стали приходить сообщения, что в ГДР не совсем спокойное положение. Я в Министерство иностранных дел вызвал на воскресенье к себе громыка. Тогда у меня два было заместителя громыка и кузнецов Василий, который сейчас в президиуме Верховного Совета. Я вызвал громыка, как более опытного в делах. Мы с ним обсудили вопрос, выработали предложение вместе, письменно. Смысл такой, что в ГДР делать? Тогда там был Ульбрихт, он преданный коммунист, сознательный товарищ, но немного прямолинейный, гибкости у него не хватало, и получалось так, что начали говорить громким голосом о социализме в ГДР, а собственно, ничего не подготовлено для этого. Мы внесли проект от МИДа, что Ульбрихт и другие руководители, ну, не называли Ульбрихта, а руководство германской социалистической партии, проводят форсированную политику наступления на капиталистический племент, что неправильно, не надо проводить форсированные политики против капиталистов, надо более осторожно себя вести. Как Бухарин в свое время сказал, форсировать наступление на кулака. Сталин, что форсировать хочешь? Да, надо форсировать. А ну давайте так и запишем, форсировать. А мы были более осторожны, мы слово форсировать не употребляли. А Бухарин высунулся, решил, что фраза эта и делается, а записали. Он за то, чтобы формировать, а ослабить это, противоположная политика. И вот мы в своем Медовском проекте записали, не проводить форсированную политику строительства социализма в ГДР. А Берия предложил выбросить слово форсированный. Мы то предлагали не форсировать, а он предложил слово форсированный вычеркнуть, и тогда получалось, не проводить политику строительства социализма в ГДР. Почему так? А он отвечает, потому что нам нужна только мирная Германия, а будет там социализм или не будет, нам все равно. Но смысл нашего проекта заключался в том, чтобы дать указание Компартии ГДР курс держать на социализм, но не торопиться, не отрываться от действительного положения, потому что для этого было мало сделано. Внесли это предложение в политбюро, там было более подробно все расписано. В политбюро начались разногласия. Берия, тогда начинавший играть активную роль, выступил с такой установкой, ну что в ГДР делать социализм, была бы она мирной стороной. Этого нам достаточно. Какая, не важно. Я выступил с новым заявлением, что я считаю очень важным, по какому пути пойдет ГДР, что в самом центре Европы наиболее развитая капиталистическая страна, хотя это и не полная Германия, но от нее много зависит, поэтому надо взять твердую линию для построения социализма, но не торопиться этим. Когда уверенно можно сделать тот или иной шаг укорить. Берия на своем настаивает, неважно, какая будет ГДР, пойдет ли она к социализму, не пойдет ли, а важно, чтобы она была мирной. В политбюро голоса почти раскололись. Хрущев меня поддержал. Я не ожидал. Главным то как раз был Маленков. Маленков и Берия были будто бы в большой дружбе, но я никогда этому не верил. Берия то в общем мало интересовался коренными вопросами, политика и социализм там или капитализм не придавал этому большое значение, была бы твердая опора, и хорошо. Спорили. Маленков председательствовал, потому что предсовнаркома всегда председательствовал на политбюро. Маленков отмалчивался, а я знал, что он пойдет за Берии. Поскольку не могли прийти к определенным выводам, создали комиссию, Маленков, Берия и я. Я за то, чтоб не форсировать политику социализма, Берия за то, чтоб не проводить политику строительства социализма. А Маленков качался туда и сюда. Берия рассчитывал, что Маленков его поддержит. Ну и Хрущев его друг. Я немного насторожился. Маленков помалкивает. Я нахожусь в таком положении, что меня в этой комиссии оставят в одиночестве. После заседания я смотрю в окно, идут трое. В Кремле, да. Берия, Маленков, Хрущев прогуливаются. Тогда я вечером звоню Хрущеву, не вечером, но к вечеру ближе. Ну, как у вас там получается? Ты же меня поддержал по германскому вопросу, но я вижу, что вы гуляете там, сговариваетесь, наверное, против меня. Нет, я тебя поддержу, я считаю это правильным. То, что ты предложил, я буду твердо поддерживать. Вот, за это я его ценил. Я обрадовался. Думаю, Хрущева поддержит все колеблющиеся, которые себя еще не выразили. Звонит ко мне в этот вечер Берия, говорит, зачем нам собираться? Давай просто по телефону сговоримся, примем резолюцию. Откажись ты от своего предложения. А вы его как называли? Лаврентий? Лаврентий. Ну, он пытался мне, не надо социализма в Германии. Нет, я буду стоять на своем, это принципиальный вопрос, связанный при этом с вопросом, как будет в случае войны. Ну, черт с тобой, давай не будем собираться, я согласен с твоим предложением. Попытался, так сказать, но не выходит. Я считаю, что он коренными вопросами политики не особенно интересовался, а думал, есть сила, так нас никто не тронет. Вот, примерно так. Во всяком случае, не улыбнулся в это дело. Я говорю, ну, мы с тобой договорились, предлагаешь не собираться, а Маленков как? Я договорюсь с Маленковым. Маленков не играл решающей роли. Я с ним не говорил. Договорились, все проголосовали за, подписали. Вот и все. В общем Берий уступил мне. Видно, Хрущев его уговорил. А как Сталин думал на этот счет? Он вам ничего не говорил? Об этом и речи не могло быть о том, что предложил Берий теперь, после его смерти. Сталин же выступил при создании ГДР. Сказал, что это новый этап в развитии Германии. Тут никаких сомнений не могло быть. Сталин такой человек, что все отдаст ради социализма и не уступит социалистических завоеваний. Мы считали, что строительство социализма надо понемногу разворачивать в ГДР, чтоб население не стало против, восстание начнутся, и тогда надо будет силой подавлять ту Германию, где мы только что начали поработать. Работа то еще не развернулась по-настоящему, надо выдержать и понемногу это дело делать, поэтому не форсировать, а Берий говорит не проводить. Не проводить политику строительства социализма. Я на это возражал, что не может быть мирной Германии, если она не пойдет по пути социализма. Поэтому все разговоры мирная Германия это значит буржуазная Германия, только так. Это только может быть буржуазная Германия и потому мирной она не будет. А вот если она пойдет по пути социализма, но не форсируется, не перегнет палку, а осторожно, лавируя, пока не укрепится наша позиция, до тех пор надо быть очень осторожным. Мы обсуждали этот вопрос в мае 1953, а уже в июле они устроили восстание. Перегни мы палку, нам бы пришлось снова уже с внутренним врагом Германии бороться, то есть восстановить против себя большинство немцев. Это была опасность, ее надо было избежать. А Берия тогда, не надо вообще социализма, была бы только мирная. Я считаю, что Хрущев был правый, а Берия еще правее. Еще хуже. У нас были доказательства. Оба правые. И Микоин. Но это все разные лица. При всем том, что Хрущев правый человек, насквозь гнилой, Берия еще правее, еще гнилее. И это он доказал на германском вопросе. У Хрущева оказалось как разжилка русского патриотизма, чего не оказалось у Берии, поэтому Хрущев и поддержал меня по германскому вопросу. Я считаю, что его некоторый русский национализм помог ему понять интересы государства. Россия не последнюю роль играет в государстве, но если бы только был русский национализм, мы бы отошли от ленинского понимания. Однако Хрущев в этом деле не пошел за Берии. Наши люди зря проливали кровь. Если ГДР не пойдет по пути социализма, это будет Старая Германия. 31,07. 1,972,066. 1,973,294. 1,982. Маленков очень хороший исполнитель, телефонщик. Как мы его называли, он всегда сидел на телефоне, где что узнать, пробить, это он умел. По организационно-административным делам, кадры перераспределить это Маленков. Передать указания на места, договориться по всем вопросам. Он нажимал оперативная работа. Очень активный, живой, обходительный. В главных вопросах отмалчивался. Но он никогда не руководил ни одной партороганизацией, в отличие от Хрущева, которые были в Москве и на Украине. В политбюро его вели, по-моему, в 1938-1939-м, где-то вместе с Берией Маленковым. Маленкову, говорят, недавно разрешили вернуться в Москву, у него тут мать умерла. Разговор шел в день столетия со дня рождения в. И. Ленина, и Молотов сказал, каждый наш лидер, хочет сделать Ленина, похожим на себя. Фальсифицируют его сейчас, эксплуатируют. Даже Фатиева считает возможным выступать от имени Ленина, а кто она была? Технический секретарь. Я заметил, что сейчас старые меньшевики стали старыми большевиками. Не только меньшевики, но и кадеты, и черносотинцы, Молотов улыбнулся и подмигнул правым глазом. 22,04. 1,973,04. 1,972,28,07. 1,976,14,10. 1,983 Маленков не подает никаких вестей. Он у меня был как-то раз года два назад. Может, обиженным себя считает? Ну, ко мне он, вероятно, относится не вполне объективно. Я выступал на пленуме ЦК, после смерти Сталина, поддерживал предложение Хрущева о снятии его с поста председателя Совета Министров. Я его критиковал за то, как он вел себя после Сталина. Его первый недостаток заключался в том, что он сразу попал в руки правых по политическим вопросам, а во-вторых, он вел себя не как настоящий член ЦК, когда он сделался председателем Совмина. 29,04. 1,982 Маленков, порядочный, безусловно. Он порядочный. Но, к сожалению, вот в этих условиях мало теоретически подготовлен. Не может, видимо, по-настоящему ориентироваться. Это сказывается очень. Очень педантичный человек, за порядком может последить, но разбираться в вопросах экономических, политических более глубоко и критически не может, по-моему. А без этого нельзя освоить дело. Передал мне привет на днях. 27,04. 1,973,21,10. 1,982 Маленков, тут был у меня два раза, я вам говорил. Второй раз уж не меньше трех лет назад. Ни звонков, ничего нет. В Москве, говорят, сейчас живет. Боюсь, что видеться со мной не хочет. Его не пускали долго в Москву. И я тут должен сказать, что я нашел бы все-таки ход. Я его спросил, ты каким-нибудь вопросом занимаешься, изучаешь? Намерен какой-нибудь вопрос развить? Ответил, да, я занимаюсь. Каким? Империализмом. Я так понял в тот момент, что он занимается международными отношениями, борьбой с империализмом, чем иначе, как ему использовать империализм? Когда он крахнет, вот главный вопрос, чем интересоваться? Языков не знает империализмом. Империализм без языков очень сложная тема. Но главное не в том, чтоб языки знать. Приехал, всех перецеловал и уехал. Толком не поговорили. Я так ничего и не понял. 14,01. 1985 на пленуме, когда Хрущев предложил снять Маленкова с поста председателя Совета Министров, я тоже выступил с критикой Маленкова, потому что Маленков крупными вопросами политики не занимался. Несамостоятельный. Вот перед этим, по германскому вопросу. Такой председатель Совета Министров, который своего мнения не имеет в ряде крупных вопросов. Я его за это критиковал. Он, видимо, это хорошо запомнил. Потом мы встретились, мы оказались в одной группе, как и большинство членов политбюро, затеянной, в общем, не в нашу пользу. По позиции, которую я занимал, Берия не выражал особого мнения после этого. Берию я считаю и считал человеком беспринципным. Он деляга. Занимался только тем, что ему выгодно. Он даже не карьерист, но так сказать, не просто карьерист, поскольку он не отвечает большинству вопросов большевистской точки зрения. Но людей он много погубил. Я считаю Берию неглавным. Он уничтожал людей из личных, непартийных побуждений. Это могло быть. Это человек беспринципный. И не коммунист. Я считаю его примазавшимся в партии. Вот насчет того не Берия виноват. Трудно разобраться без документов, я не все могу припомнить, но у меня такое впечатление, что все-таки Берия был чиновником при этом. Он свои интересы обеспечивал. По-моему, были перегибы, но перегибы эти осуществлялись Сталином. Сам Берия очень боялся Сталина. Он далеко бы не пошел, а Сталин, по-моему, чересчур перегнул палку. Я защищал и защищаю Сталина, в том числе и в террористических делах. Я считаю, что мы без террора не могли бы пройти перед войной, чтобы после войны у нас было более-менее устойчивое положение в нашей стране. Я считаю, что это в значительной степени было обеспечено в период конца 30-х годов. 21 и 10 сотых. 1982. Нет, я никогда не считал Берию главным ответственным, а считал всегда ответственным главным Сталина и нас, которые одобряли, которые были активными, а я все время был активным. Стоял за принятие мер. Никогда не жалел и никогда не пожалею, что действовали очень круто. Но были ошибки, конечно. 1 и 11 сотых. 1977 спорят до сих пор. Насчет Берии, был ли он агентом иностранных разведок или нет? Я думаю, не был, говорит Молотов. Но человек беспринципный, с моей точки зрения. Он за себя боялся очень. Сталина боялся. Хотел выслужиться. Идейного в нем мало. Может быть, ничего не было. Но способный человек. Над скромностью он не задумывается. Пойдет на пролом без поражения. 14 и 10 сотых. 1983. То, что он делал, это было на пользу империализму. Он выполнял роль агентуры империализма. Вот в чем суть. А роль его была такая. Если он отказывался от социализма в ГДР, лучшей услуге империализма не надо было. Не надо быть официальным агентом. Но если делать такое, значит ты выполняешь роль агента империализма. Этого многие не могут понять. Но вам это надо понимать. Я считаю Берию агентом империализма. Агент не означает шпион. Ему надо было на что-то опираться либо на рабочий класс, либо на империализм. В народе у него поддержки не было, авторитетом он не пользовался, и даже если бы ему удалось захватить власть, он бы долго не продержался. 28,07. 1971,31,07. 1,972,29,04. 1982. Жена Сталина была очень враждебно настроена к Берии. Но если бы он не работал, нашли бы другого. Он исполнял работу нелегкую и неизбежную. Досье у него на всех было. И на Сталина. Мое было, конечно. Ну, не досье, а... Шота Иванович рассказывает. Когда в Тбилиси строили фуникулер, у Берии была привычка по ночам ходить на строительство, смотреть. Организатор он был хороший. А сволочь большая, уточняет Молотов. Должность такая была. У Дзержинского тоже должность была. Это не обязательно совершенно. До своей должности Ежев был тоже неплохой парень. А закрутила его. Захватила выслужиться, показаться. Тут карьеризм начинается. Ложные сведения, заранее назначал количество, мало у вас репрессированных. Ну и те стараются. А это что за работа? Наверное, требовал чрезмерно, от всех полунадежных очищать. Фактически. А это нельзя. Это вредительство. Их и сейчас сколько угодно. Перестарался. Если сейчас это повторить, нас первых заберут. Я могу раньше вас попасть, говорит Молотов. Правда, что если не написано, Берия не мог складную пречь сказать? Спрашивает Шота Иванович. По-моему, да. Он не был книголюбом. Нет, не был, не был. Я слушал в кабинете процесс над Берией в 1953 году, передавали по радио. Меркулов говорил, что не уверен, что Берия читал книги. Это вот и характеризует человека. По-русски грамотно говорил. Организатор, вернее, администратор хороший. И чекист прирожденный, пожалуй, но беспринципный, то есть кому служит-служит. Сталин потому и держал его. Да, да. Конечно, он в этом смысле очень полезный работник для выполнения определенных дел. Насчет атомной бомбы это его работа. Кольцо противоавиационной обороны вокруг Москвы это ему поручалось. Он, оказывается, говорил разведчикам, настоящего рыцаря ничем нельзя подкупить. Его можно только соблазнить красивой женщиной. А красивую женщину можно осыпать бриллиантами. Действуйте. Это он мог? Да. Это он мог? Соглашается Молотов. Девяти и шести сотых. Одна тысяча девятьсот семьдесят шесть. Летом прошлого года как-то был на кладбище, смотрю майский, могила, говорит Молотов. Оказывается, он был арестован за две недели до смерти Сталина. Возможно. По указанию Сталина? Конечно. И сидел уже Хрущев был. Вроде был замешан в деле Берии. Он рассказывал, что Берия хотел его завербовать и использовать. После смерти Сталина он вызывал майского и предложил ему быть информатором, и тот как будто бы не отказывался. Запад говорит, что Берия в своем правительстве после переворота хотел назначить майского министром иностранных дел вместо Молотова. Я этого не исключаю. У меня же, я вам рассказывал, с Берией было самое острое столкновение в первую же неделю после смерти Сталина. Вполне возможно, что я не подходил под его и под хрущевскую мерку. У них, в общем, политика была бы близкая. Согласие Майского, наверное, было, я тоже так думаю. Когда взяли Берию, копнули и Майского. Он его хотел приспособить. Десяти трех сотых. Одной тысячей девятьюстами семью десятью семь круглов был заместителем Берии. Был. Они были друг о друге, видимо, разного мнения. Круглов все-таки критически к нему был настроен. Не только в душе. Берия держал его не по своей воле. Еще до назначения в НКВД Круглов был послан в Грузию и писал оттуда критические корреспонденции в отношении положения в Грузии. Когда там был Берии секретарем, это я помню. Часть из этих корреспонденций, вероятно, печаталась, но сейчас я не помню. Во всяком случае Круглов ко мне заходил после Грузии. Рассказывал, я знаю, что Сталин был информирован. Круглов довольно смело критиковал. Геладзе рассказывал, говорит Шота Иванович, как Берия произнес тост за Сталина. «Я впервые увидел товарища Сталина в 1926 году с Арджоникидзе, я Владикавказа им показывал. И тут же Сталин резко, я такого не помню, такой встречи с Берией». Берия увел тост в сторону. Потом Сталин сказал, Берия мне понравился потому, что он правильно меня информировал о положении в Закавказье. «Почему Берия так пошел?» Говорит Молотов. Во-первых, пока есть начальники, начальство сказало, идем. А когда создается положение, что какой-то выбор есть, начинают уже свои виды высказывать. 17,03. 1984.